Софья Николаевна, вот перед тем, как мы начнём нашу съёмку и наш рассказ о картах, о различных играх и так далее, о гадании, я вас хочу попросить разложить очень короткий пасьянс, а я загадаю, выйдет у нас передача или не выйдет. Можно? С этого начнём? Да. Можно. Тогда я расскажу вам, что значит пасьянс в гадании. Пасьянс в гадании, как и всё в гадании вообще, загадывается. Либо на исполнение желания, вот ваше желание вы сказали, либо на личный какой-то запрос ваш. Вот мы будем загадывать с вами сейчас пасьянс на исполнение желания. Вот ваше желание. Значит, прежде всего вы высыпаете карты на стол и тщательно их перемешиваете. Весь успех пасьянсных решений зависит от того, как вы перемешали карты. Не перемешанные хорошо карты нельзя делать для пасьянса. Значит, вы их очень хорошо перемешиваете. Затем вы складываете их в колоду. Вот. Поскольку желание ваше, то вы должны снять эту колоду. Вот значит, снять её на себя. Вот так, на себя. Захватываете половину на себя. Затем ещё эту половину на эту перекладываете. Кладёте руку на колоду и мысленно говорите своё желание. Мы начинаем заказывать. Пасьянс, который я раскладываю, называется часы. Посмотрите, как он просто раскладывается. Это одна колода, 52 карты. Это у нас будет 12, это у нас будет 6, это будет 3, это будет 9. Значит, здесь мы кладём час и два. Здесь мы кладём, это у нас 3, это 4 и 5, это 6, это 7 и 8, это 9, это 10, 11. Пожалуйста, пасьянс готов. 12 часов. И после каждой раскладки кладём сюда запасную карту. При помощи её мы будем раскладывать, решать пасьянс. Вот, и вторая карта у нас раскладывается. Час, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, ещё. Значит, каждая пачечка у нас имеет по 4 карты. Нам теперь нужно заложить этот пасьянс, разгадать его. Первая стадия пасьянс – это раскладка пасьянс. Наши смешивания колоды, раскладка пасьянс. Зачем мы берём и открываем эту карту? Смотрим. 9 часов, да? Вот мы её туда засовываем. А верхнюю карту берём с этой пачки. 9 часов. Вот, пожалуйста. 6 часов. Пожалуйста. Вот таким образом мы её раскладываем. Это очень быстрый, хороший пасьянс. Вот, час. Ага, туз, час. Да. 3 часа. 7 часов. Час. А когда вы раскладываете пасьянс, вы думаете о том, что вы задумали. Это очень, говорят, помогает. Карты тогда сами как бы ложатся, чтобы вам помочь. Вот семёрки. Опять балет. Вот король. А король? Вышел король. Король заканчивает цикл раскладки. Теперь мы до того, чтобы продолжить цикл раскладки, должны взять вторую карту. У нас только 4 карты. В эти 4 карты мы должны уложиться и всё раскладывать. Вот у нас ещё 12 часов вышло. Пожалуйста, вышел второй король. Это уже становится треводно. Значит, у нас осталось только ещё 2 раза. Давайте положим, смотрим. Король, пожалуйста, вам не везёт. О-о-о-о! О-о-о! Значит, остаётся одна карта. Будем теперь очень медленно и внимательно раскладывать. Девятка. Девятки открылись все. Четвёрка открылась сюда. Света Николаевна, сердце замерло. Поэтому, значит, ваш вариант, к сожалению, я вам не рекомендую. Откажитесь от этого желания, потому что карты показывают, что оно может не быть. Вот такой пасьянс. Вот такой пасьянс. Вот такой пасьянс. Закалённый в ежедневных астрологических кошмарах, мы пренебрегли указаниями карт и решили рискнуть. Итак, мантика или гадание всякого рода. Если подойти к этому вопросу, скажем, с научной точки зрения, хотя бы с научных позиций, попробуем начать с истории вопроса. И начнём мы с моей любимой книги, которая называется «Настольная книга атеиста». В этой прекрасной книге исключительно научно написано, что мантика или гадание есть мнимое воображаемое искусство угадывания настоящего или будущего. Вера в возможность предсказания относится к числу наиболее распространённых и устойчивых мистических сблуждений. В ней процветает самый бессовестный обман, самое бездостенчивое шарлатанство. Но если задаться вопросом, почему же в течение многих тысячелетий процветает этот самый бессовестный обман и самое бездостенчивое шарлатанство, то мы поймём, что людям всегда было свойственно стремление узнать своё будущее, испытать свою судьбу. И первые мистические книги появились, вероятно, в конце первого тысячелетия до нашей эры у халдеев. От халдеев всё это искусство переняли иудейские племена во время своего взилонского пленения. Принесли его в то, что мы теперь называем Ближним Востоком, передней Азией. Там появились первые гадательные книги. Первые гадательные книги были связаны со священными еврейскими книгами с Торой, с Талмудом, с Кабалой. Но при этом сама мантика разделилась, в общем-то, на две ветви. То есть это гадание, вот опять же я обращусь к справочнику, по формальным признакам, по внешним, и гадание по внутреннему какому-то просветлению. Гадание по внутреннему просветлению – это толкование снов, это ясновидение. А вот гадание по внешним признакам – это, пожалуй, самое интересное. Потому что можно гадать по бараньей лопатке, по внутренностям птиц, по полётам птиц, по поведению змей, по дыму, по кофейной гуще, по бабам, по картам, по Библии, по книгам и всяческими другими способами. В языческие времена всё вот это вот мантическое знание было знанием вполне официальным. Можно было поехать, например, из Греции в Египет, изучать искусство египетских шрецов, приехать потом специалистам по чёрной магии, заниматься какими-то гаданиями, предсказаниями. Были целые кланы, сословия, например, авгуры, которые занимались гаданием по полёту птиц или по птичьим внутренностям. Но с появлением христианства вот это вот знание, знание оккультных наук стало знанием-тайным. В средние века все, так сказать, достойные магии чернокнижники стремились институциализироваться всё-таки в других дисциплинах. Так, например, знаменитый алхимик своего времени Сэр Саак Ньютон известен нам больше как творец, основоположник классической механики и автор трёх её законов. Карты пришли в Европу, предположительно, во время крестовых походов. Но есть другая версия, что их принесли арабы в Испанию, в Гренаду, в Гранаду, как говорят испанцы, в Андалузию, и уже оттуда они пришли в Европу, то есть не через Ближний Восток. И в Россию карты пришли уже через Польшу. Очень долго вообще игра в карты считалась чем-то таким недостаточно достойным христианина, и ни в коей мере церковью не поощрялась. При этом существовало множество других каких-то языческих гаданий. Они все прекрасно описаны у Жуковского, как раз в «Крещенский вечерок» девушки гадали, с заборота башмачок сняв с ноги бросали. Но вот такой вот расцвет интереса в России к карточным гаданиям, это, пожалуй, конец XIX века, даже, наверное, третий четверть XIX века, начало XX, то есть это то, что приходится на Серебряный век русской культуры. Это интерес вообще во всех областях культуры – к мистике, к мантике, к спиритизму, к чему-то непознанному, это появление различных теософских, антропософских учений. Из собрания всевозможных гаданий Сергея Иванова, Москва, 1884 год. Гадания посредством пробки. Возьмите глубокую тарелку и разделите ее края на 8 делений. Наполните тарелку до половины водой. Напишите на 8 лоскутах бумаги 4 утвердительных и 4 отрицательных ответа. Замутите воду так, чтобы она окружилась, и бросьте в середину пробку. Смотрите, перед каким ответом пробка остановится. Ответы могут быть такими – да, непременно, в скором времени, не скоро, нет, сомнительно, никогда, едва ли. Нет предмета, которого бы человек не употребил как средство узнавать будущее. Но мало-помалу все различные древние способы гаданий отошли в сторону, и твердо держится только одно гадание – гадание на кладбище. И в самом деле, для лица незнакомого с историей изобретения карт, эти странные знаки сами по себе представляют загадку. Мы в карты играли много. Я с детства знаю пасьянца, примерно с 5-летнего возраста, и дома у нас играли в коммерческие игры. Когда строилась Архангельская линия из Вологды через Няндову туда, в Архангельск, то там темнело практически в час, но там час только было, это полярный круг же близко, зимой, снег, рано-темно, это желеные лампы с керосиновым освещением, на круглом столе в гостиной, так называемой, их точно скромной гостиной казенной квартиры, собирались сослуживцы, усталые, замерзшие, на стройке железных дороги. Все были сроки не такие, как теперь. Строили быстро, строили хорошо, строили очень здорово. И вот там жизнь, она требовала, требовала от людей отдачи. Отдачи они отдавали, это был отдых. Это был отдых такой, что люди за картами отдыхали. Я никогда не видела, чтобы не ругались. Это была коммерческая игра и полное доверие. Но, тем не менее, играли только запакованными и только на небольшую, как говорили. А вот пассианцы, пассианцы раскладывали женщины. Бабушка, мама, тети, которые у нас гостили, приезжали. И дети, наверное. Вот. Ну, а дети мы были маленькие. Детвора во время вот мы были маленькие. Вы во сколько лет начали раскладывать пассианцы? Вот примерно в пять лет я украла парижские карты у своей тети, которые ей привезли из Парижа до пассианца. Они были вот такого, немножечко больше вот этого формата. Вот такие маленькие. Да, вот, чтобы они занимали место немного на столе, чтобы можно было пить чай и раскладывать. Меня, собственно говоря, не сам пассианц привлекал, сколько поддержал. А не давали, мне было лет пять-шесть, не давали никак играть. И я, значит, очень интересовалась этим делом. И как-то я утащила эту шкатулку и, конечно, на ковер разложила этот пассианц, который любили раскладывать мои бабушки. Я уже знала, как он раскладывается и в чем заключается его смысл. Ну, пассианцы же, я вам показала, они очень многие простые. А бабушки не раскладывали сложных пассианцев. Дедушки раскладывали, а бабушки нет. Бабушки обычно раскладывали пассианцы. Очень красивые и очень коротенькие, и несложные. Первый пассианц у меня не вышел, потому что отмяли у меня карты. Да, и, значит, и все, я не успела его решить. А сколько же все-таки примерно пассианцев вот вы сейчас знаете? Их много. У меня снова были пассианцы почти всей Европы. Почти всей Европы. И в новых, и старых изданиях. Это очень увлекательное занятие. Это отдает прекрасный отдых мозгам. И если мы с вами будем вспоминать и Рахманина, и Павлов, и Скрябин, они все раскладывали пассианцы, потому что творческая деятельность, мозговая нагрузка, она прекрасно отдыхает. Когда вы не торопитесь, раскладываете. Вы знаете, карты замечательные изобретения человечества. Я лично считаю их нисколько не ниже, если не выше. По значению, по доступности, по легкости и по широте охвата населения, конечно, выше, чем шахмат. Дальше Николаевна, а в коммерческие игры, в карты вы играете? Да, конечно. Какие игры? Я играю в Безик, играю в Протеранс, играю в Динт, играю в Дис, знаю в Лондар. Вот только больше ничего. Это как партнеры. Больше всего играю в Безик. Обожаю. Безик обожаю совершенно. Безик великолепная игра, он мне очень помогал. Безик открыл мне очень большие возможности. Это очень интересная игра французских королей. Она построена на очень сложных операциях. И сразу, когда в нее играешь, даже специалисты-картежники не сразу могут догадать. И вот опять еще интерес к картам, вообще к карточным пасьянцам. И надо сказать, что интерес этот достаточно устойчивый, и он очень своеобразно проявляется, проявлялся и в России, и в мире. Вот, например, в Америке и в Канаде существуют такие учреждения, как сайенс-центр. Но это не в нашем понимании научный центр Академогородок, а это скорее некое заведение, в которое можно прийти с детьми, познакомиться с новинками науки, все потрогать руками, провести химический опыт. И вот обязательно в этих сайенс-центрах есть разделы, посвященные играм, психология. И вот в этих вот психологических разделах там обязательно есть раздел, посвященный картам. Вот я сейчас держу афишку из сайенс-центра Торонто с выставки, посвященной началу печатания карт в Европе. То есть это конец 15 века. В Европе начали появляться первые серийно выпущенные карты. То есть это было очень удобно, они были с картинками, то есть ими могли пользоваться даже неграмотные люди. Было понятно, что всадник, допустим, он главнее того, у кого нет коня. Мужчина, естественно, главнее дамы. И, в общем-то, с их помощью можно было, даже не зная подписей, играть или пытаться погадать, предсказать будущее. А вот уже очень красивые карты из одного из американских музеев. Вот эти две серии связаны с Первой мировой войной. Это знаки отличия германской армии. Это, соответственно, австро-венгерские, это венгерские карты. А вот это вот карты, на которых изображена символика эсперантистов. Так вот как-то причудливо сошлись на одном плакате военные карты и карты того общества, которое ратовало за объединение человечества. Много, очень много интересных карт. Нужно вам сказать, что вот путешествия всюду, когда я езжу, и когда я прошу с моих друзей посетить музеи карт, они есть во всех странах, кроме нашей, но у нас нет музея карт. У нас карты хранятся в обычных музеях. В этих обычных музеях вы, когда будете в критических музеях, вы везде посмотрите карты. Там попадают замечательные карты. Вот, например, в Вологде, в Вологодском музее, карты географические. Вот карты географические. Географическая карта? Что это? Да. Значит, обычная карта. Вот обычная карта. Она пристроена... Значит, эта карта имеет герб этой страны. Города с населением этого города. Национальный костюм женщины. И наоборот, губерния, ее границы. И сколько вертся Петербурга. Это игральные карты? Это игральные карты. В эти карты играли взрослые населения, а дети играли вувернерами, попутанно изучая географию. Замечательно. Давайте посмотрим с вами дальше. Дальше уже идут карты европейского издания, издания всего мира. Это Индия. Это разные страны. И идет, значит, у каждой страны... Все страны были вынуждены взять карты на монополию. Они были монетизированы. Государство именит их доход. Наши русские карты маркировались Бубновый Туз. Бубновый Туз. И на нем стояла марка. Пеликан, который кормит своих длеченышей из своего рта. Вот. Этот пеликан, значит, знак был. И вот на сумму доходов государства в Екатерине Второй был, значит, закончен постройка воспитательного дома на Солянке. Вы знаете, это большое здание. Это был первый воспитательный дом. Он построен был на карточную монополию. У нас играли с Москвы в карты в дворянском собрании. Позднее стали награться в купеческом доме, где сейчас Ленком. Вот. Там это в купеческом доме играли. А описание игры в английском клубе очень многих воспоминаний наших старых аристократов есть. И вот замечательный барон Дельви, который строил первую железную дорогу в Москву до Сергеевого Посада, он как раз был главным за отвечание, соблюдение карт, выдача карт в игру клуба. Вот карты сейчас, карты стали сейчас предметом искусства. Вы смотрите, какие замечательные лица на этих картинках. А что это за карты? Это наши карты. Русские? Это наши карты. Это наши карты. Это карты наши. Вот. Это, значит, вот я вам говорила, это американские карты. Они выпустили первый раз. Они стали сейчас мировым стандартом. Вот эти мои карты, ливанские, они повторяют этот рисунок. То есть это практически международные карты? Да, это практически международные карты. А вот эта колода? А эта колода, вот эта колода, это сокровище моей колоды. Эта колода и купленная в Париже, мне в подарок, по моей просьбе, одной из моих знакомых, которая там была. Эта карта, вот дамы, четыре жены Наполеона. Их портретное изображение. Тузы изображают все самые крупные сражения, которые были у наполеоновской армии. Вот, пожалуйста, все тузы. Вот, значит, маршалы. Тузы наполеоновские сражения? Наполеоновские маршалы. Представляете себя Валетов. Вот. А где же сам Наполеон? Видите, и министров. Очень интересная колода и очень интересный ход. А сам Наполеон здесь есть? А, знак Наполеона, да? Да, знак Наполеона, она на черном, да? И куплена она там, где могил Наполеона. Это, забыла, как называется эта улица. Я там не была, но улицу помнила. Сейчас я вам найду, Наполеона где. Вот это, знаешь. Вот, о, Наполеон. О, Наполеон. О, Наполеон. Еще где-то тут, четвертый Наполеон. Вот видите, Наполеон, король. Король. Эти карты все, они все посвящены его дому. Ну, я очень люблю эту колоду, и у меня эта колода участвует в специальном пассианстве, который так и называется. Александр I и Наполеон. Специально посвящен войне 12-го года. Один из самых интересных пассианцев вообще, из тех, которые у меня есть в моей коллекции. Гадание на кофейной гуще. Старинный способ Синьорины Гальмин. Для справки. Гадание на кофейной гуще пришло в Европу из Италии. Фомат Эмпенелли собрал все средства гадания в один том весьма большого формата. И книга эта разошлась по всей Европе. Итак, гадание на кофейной гуще. Старинный способ Синьорины Гальмин. После выпитого кофе дать гуще отстояться часа 2-3. После этого влить в чашку стакан холодной воды, лучше из колодца. Хорошенько взболтать и вылить в белую фарфоровую тарелку. После этого слить тщательно с тарелки воду, а оставшуюся гущу слегка встряхнуть, чтобы гуща разошлась по всей тарелке. Затем дать тарелке немного постоять, чтобы гуща обсохла. По высыханию гущи на тарелке появятся различные знаки. Точки, кружки, цветы и так далее. По этим знакам и узнают будущее. Вот некоторые разъяснения. Прямые линии – долгая и счастливая жизнь. Линии изломанные – различные затруднения в жизни. Звери – к богатству. Птицы – к веселью. Рыбы – к обедам. А весы – к успеху в коммерции. Когда вы гадаете на чём-либо, то вы начинаете играть в очень хитрую игру. С одной стороны, это, конечно, игра с большим смыслом. Но, с другой стороны, вы играете не только с тем, кому гадаете. Вы играете ещё сам с собой. Ну и, конечно, вы играете с судьбой, если она существует. Вы играете со временем. Но тут меня уже никто не упрекнёт. Времень бесспорно существует. В чём, например, заключается смысл? Ну, прежде всего, мне кажется, смысл заключается в том, что когда человек вот возьмётся погадать, даже вот один в тишине, он сделает то, что мы делаем очень редко. Он сядет, сосредоточится и подумает о своих проблемах. Просто. Вот так вот о своих проблемах, о своём прошлом, о своём будущем. И вот когда он эти вот картинки раскинет и попытается всё это связать, всё это как-то выстроить, то он совершенно неожиданно для себя может вдруг что-то узнать, что-то вспомнить. Может, сосредоточившись просто на своих переживаниях, вдруг вспомнить какой-то важный разговор, который ему показался неважным. Наверное, он что-то может невольно проанализировать. Невольно что-то он проанализирует. Он вдруг вспомнит какой-то важный разговор. Он вдруг вспомнит какой-то жест или какой-то поворот головы у интересующего его человека, о котором он забыл. Может быть, какую-то интонацию вдруг. И совершенно неожиданно, действительно, Вот это все может сложиться в какую-то очень стройную, очень связанную картину. То есть это имеет какой-то психологический смысл для познания человека самим себя? Ну, не даром же, опять же, в научных центрах это все время лежит в разделе психологических игр, тестов. И вот сейчас, где-то последние 30 лет, историки, ученые очень серьезно занялись играми и гаданиями. И занялись прежде всего во Франции, и вот по какой причине. Во Франции, так, около 30 лет назад родился совершенно замечательный термин относительно истории нашего общества. Это молчащее большинство. То есть было сказано, что вот история, которую мы изучаем, это очень часто история королей, князей, военно-начальников. То есть тех, кто оставил после себя какие-то письменные свидетельства своих походов, своих достижений, своих завоеваний и так далее. В то время, как были какие-то огромные народные массы, которые писать не умели, дневников не вели. И очень интересно сейчас реконструироваться, понять, как они жили, что им было интересно, что их волновало, о чем они думали. Как это можно сделать? Ну, только по каким-то косвенным источникам. Так, например, собрали все надписи на стенах, в банях на каких-то бумажных обрывках Помпея. И смогли реконструировать не классическую, а вульгарную, живую латынь, на которой говорили эти люди. Не латынь вербелия, а народный язык. Точно так же по обрывкам игр, по обрывкам предсказаний можно пытаться реставрировать мировоззрение, представление о прошлом, будущем наших предков. Ну вот, например, загадка, это и для меня загадка, я не знаю почему. Но вот почему, собственно, именно масть Пик, вот именно вот эта вот масть, она все время во всех карточных гаданиях ассоциируется с чем-то тяжелым, с чем-то неприятным. Но вот в одной книге я, например, встретила ссылку на то, что дама Пик раньше изображала Жанну Д'Арк. То есть на французских и на испанских картах считалось, что дама Пик – это Жанна Д'Арк. Но, может быть, помня ее биографию, ее трагическую судьбу, можно предположить, что это идет оттуда. Существует очень много видов гадания, от каких-то сложных, огромных гаданий, которые занимают больше часа, до самых простых, которые займут у того, кто пришел узнать свою судьбу, буквально 2-3 минуты. И вот самый такой простой, примитивный вид гадания я сейчас покажу. Прежде всего, гадать можно только на тех картах, которыми не играют. Это обязательно. Вот давайте мы сейчас выберем кого-нибудь и кому-нибудь тут из присутствующих, погадаем на судьбу. Вот прямо передо мной сидит наш режиссер. Я его вижу, вы его не видите. Ну, давайте левой ручкой достаньте мне одну карту. Ну, это то, что лежит на сердце. Ну, понятно, что на сердце лежит какая-то большая любовь, дальняя дорога и любовные хлопоты. Ну, вот я боюсь, что профессиональные гадалки, которые смотрят сейчас, могут сказать, что в их гадательных книгах туз значит совсем другое. Масса существует книг, масса существует разночтений. И говоря научным языком, смотреть все время все надо в динамике. Вот когда мы все разбросаем, то уже ориентируясь на развитие событий и на интуицию, и будем говорить. Итак, раскладываем карты самым простым способом. Это вам к вечерочку, это вам на всю ночку, это у ворот стучит на ближайшие 2-3 дня. Что будет? Что случится? Вот интересно, это профессиональное ударение, не что случится, а вот именно что случится. Чем дело кончится и чем сердце успокоится? Интересно, что московские цыганки, которые раскладывают карты, очень любят при этом говорить, что я не цыганка, я сербиянка. Я тебя не обману, я тебе всю правду скажу. Ну вот почему-то они считают, что это больше веса им придаст. Но может быть это еще с Первой мировой войны осталось, когда мы помогали Сербии, сербским бешенцам. Итак. Гадание на картах. Впрочем, не будем раскрывать секретов этого гадания. Ведь согласитесь, что дело это тайное, личное и предназначено для ушей только одного человека. Впрочем, испытать судьбу и пойти к гадалке вы можете сами. А вот совет, где искать опытную, скажем так, квалифицированную гадалку, мы вам дать, пожалуй, сможем. Дело в том, что если вы сейчас хотите найти хорошую гадалку, вам надо идти куда-нибудь к математикам, к программистам. Те люди, которые раньше еще считали ночами на больших машинах, им надо было как-то время проводить. Вот стали читать гадательные книги. Вот обычно математики замечательно раскладывают пасьянца и совершенно замечательно гадают. Ну, гадания бывают самые разные. И они, опять же, связаны, на мой взгляд, с тем, откуда они пришли, то есть из какой страны нам пришло это гадание. Есть очень красивые иудейские гадания. Я специально не говорю, что это еврейские гадания, потому что они пришли в Россию через Литву, а туда их принесли караимы. Караимы иудеи, которые не являются евреями. Вот тут очень такие красивые и сложные гадания, связанные еще с тем, что каждая цифра, каждое еще цифровое значение, оно соответствует определенной букве алфавита. Да, что, кстати, было и в России до Петровских времен, когда цифры это были просто буквы с титлами, то есть мы не писали арабские цифры. И можно пытаться составить какие-то слова, которые иногда случайным образом получаются. Поэтому гадания есть огромное множество. Существует ли какой-то определенный период в течение года в России, когда нужно гадать? Есть ли такой гадательный период? Ну да, конечно. Гадали обычно на святках и на крещении. Опять же, Матрошуковский писал, что в крещенский вечерок девушки гадали. Но со святками у нас теперь немножко сложно, у нас все перепуталось. Потому что мы привыкли отмечать Рождество вместе с западным миром. 25 января мы отмечаем Рождество. Простите, декабря, конечно. 25 декабря. И при этом все время забываем, что у западных христиан церковный календарь совпадает с гражданским. Поэтому у них 25 декабря Рождество, потом у них 1 января Новый год. А святки это то, что между Рождеством и Новым годом? Но православный в церкви восточного обряда Новый год в ночь с 13 на 14, а Рождество в ночь с 6 на 7. Поэтому если вы хотите гадать на 25 декабря на это Рождество, то не надо по русским обучаям выбрасывать башмачок за ворота или выбегать, как Татьяна Ларина, и спрашивать у прохожего имя, потому что это будут не те гадания. Это не поможет. Можно воспользоваться какими-нибудь итальянскими, французскими гадательными книгами. А вот наши исконные российские гадания, гадания, связанные с православным обрядом, это святая неделя между Рождеством и Новым годом. И это наше крещение, опять же православное, 19 января. Из собрания всевозможных гаданий Сергея Иванова. Москва, 1884 год. Гадания в зеркало. Сядь против зеркала, гадать и зажги свечи. Возьми в руки зеркало поменьше и обрати его к большому, лицевой стороне. Две свечи пусть горят между зеркалами. Внимательно, не отрываясь, смотри в большое зеркало через верх меньшего зеркала. Увидишь длинный-длинный коридор, мало-помалу темнеющий в глубину. Скажи про себя. Суженый-ряженый, приди ко мне ужинать и жди. Как появится он в конце коридора и пойдет к тебе, не подпускай его близко. А как станет он по пояс, прихлопни зеркало руками и не смотри в него больше. А ваш маг бросали когда-нибудь? Бросала, обязательно бросала. Я же северянка, я же выросла за Вологдой. И родилась в Вологде. Вот очень я это помню, мне просто не везло. Маленький, мы девчонки бегали, девушки гадали. У нас в доме жила девушка, она гадала со своими подружками, приходили, у нас гадали. И мы, конечно, девчонки тоже бегали. Это вот, значит, из-под ворот не хватает снег и бегут скорее домой. И потом смотрят, какого цвета волос. Ну там лошади же были. У меня всегда рыжий выходил. Сафия Николаевна, ну вы хотели нам показать еще один рождественский пассиан. Еще один рождественский пассиан. Давайте, давайте еще один рождественский пассиан. Давайте возьмем карты. И вы их сейчас размешаете. Это будет ваша практика, хорошо? Мы гадали на красных, теперь будем на голубых. Пожалуйста, вот так, мешайте. Мешайте, размешайте. Одной рукой или двумя? Двумя. Карты мешают двумя руками. Теперь сложите колоду. Ой, ей трудно сложить. Да, вот так видите. Вот карты нужно часто мыть, если вы их употребляете. Ну сейчас трудно, конечно, если одна колода в доме, то трудно их мыть. Но все равно моете их мылом с мылом. Они хорошо моются, атласные карты. Они тогда долго будут краниться и долго будут, долго будут, это самое. Вот так лучше складывать. Вот так, 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 вот так. Нет, я просто не имею. Теперь, значит, вы кладете. Так, давайте я сниму. Вот я снимаю. Кладу руку и будем сгадать. Это называется король и дама. Это на чувство, на любовь. Значит, мы с вами вынимаем всех королей и всех дам. Вынимаем из колоды до раскладки колоды. Вы выкладываете всех королей и дам и начинаете гадать, какая вы будете дама. Выбирайте сюда, какая вы будете дама. А можно выбрать, да? Да, выбирайте, какую вы даму хотите. Червой. Вы этой дамой будете. Хорошо, мы кладем даму сюда. А короля, на которую мы будем гадать, мы, значит, будем на вас гадать. Мы раскладываем карточный ряд. Карточный ряд 13. 13 карт. Мы их раскладываем. Внимание всем нашим зрителям прекрасного пола. Если вы тоже дама червей, воспользуйтесь случаем и загадайте на своего короля. Что здесь играют в этом пассианце? Играют только масти и только одинаковые карты. Пассианцы из очень интересной и очень редкой серии. Этот пассианц, который не складывает, а наоборот, на спрос. Мы должны с вами все сбросить. Это манечки? Да. Да-да. Да? Вот. Все должны сбросить. Значит, пассианц решается на сброс карт в раскладке. В результате вот эти все карты должны быть сброслены, и вы должны соединиться с вашим королем. Или между нами что-то останется. А может. Преграда. Или будет преграда. Какая будет преграда, мы тоже с вами сейчас подчизнаем, если она будет. Ну, так вот. Значит, что мы сбрашиваем? Значит, мы сбрасываем карты, расположенные между одинаковыми. Вот между двумя пиками расположены вот эти две карты. Значит, или две, или одну. Ну, нам лучше выкинуть побольше карт, поэтому мы будем. Вот это мы будем намечать. Эта карта тоже участвует. Вот и эта. Поэтому вот между этим двух стырей, эту карту мы скидываем. Вот между этих двух одинаковых мастей, эту скидываем, есть у нас еще одинаковые масти. Больше одинаковых мастей нет, да? Нет. Нет. Ну, вот вы видите, вот это вот, это тоже мы скидываем. Это тоже скидываем, да? Вот больше нет. Значит, эти карты скидываются, они больше не играют. Тогда мы берем, и все карты подвигаем вашему королю. Мы на него гадаем, мы к нему стремимся всей душой. Мы хотим ему помочь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да? Одиннадцать. Смотрим, что тут можно быть. Вот между этими двумя одна. Скидываем, да? Между этими, между этими двумя вот эти две. Или между этими, или между этими вот эти две. Как вот мы можем? Либо эти, либо эти скинуть. Ну, давайте эти будем скидывать, да? Эти вот. Потому что между этими, эту мы тоже скинем, да? Вот. Здесь мы что с вами скинем? Пожалуйста. Вот эти две скидываем. Эти две скидываем. Здесь больше ничего. Вот эту скидываем. Это все скидывается. Вот это. Нет, вот еще между двумя. Ага. И? Вот эти две. Вот это, да. И эту скидываем. Нет, нет, нет. Вот эти две между этими двумя. Ага. Эти две скидываем этими двумя. Теперь смотрите, эту мы пододвигаем, эту мы скидываем, да? Это мы пододвигаем вашу даму, это мы скидываем. С первого расклада все, что вы задумали о вашем короле, будет совершенно для вас неожиданно и придет к вам абсолютно на встречу. Чтобы так с одного раза вышел, я вас просто поздравляю. Это бывает один из ста. Итак, если вы успели загадать, дорогие дамы червей, вас ждет редкостное счастье. Однако мы надеемся, что в любом случае знакомство с мантикой было для вас приятным и полезным. Если когда-нибудь долгим зимним вечером вам наскучат бесконечные брокерские рекламы и универсальные прогнозы астрологов, выключите телевизор и разложите пасьянс на удачу, на любовь и на судьбу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok